Приветствую всех на канале Горизонт Событий. На север Италии обрушились ливни с грозами, которые привели к наводнениям и парализовали жизнь в нескольких регионах страны. Больше всего пострадали Лигурия, Эмилия Романия и Тоскана, где ситуация оценивается как самая критическая. В ликвидации потопа и спасении местных жителей принимают участие десятки бригад МЧС. Проводится более 350 спасательных мероприятий. В Суверета накануне были эвакуированы постояльцы дома престарелых. Погодная ненастья даже обеспечила школьникам дополнительные каникулы. Только радость это навряд ли принесет, поскольку перемещаться по городам можно только вплавь. Машины и железнодорожный транспорт парализованы. Все авиарейсы задерживаются или перенаправляются в другие аэропорты страны. Зав altitudeérhl Аяна Перед Падал В Пре Steve Под вспоми Хological And Сом jeżeli Сегодня во Владивостоке с утра дул сильный ветер. Он повалил несколько деревьев, перекрыв дороги и тротуары. От падающих деревьев пострадали и автомобили. По всему городу ветер срывает плохо закрепленные конструкции на зданиях, а в Сухановском сквере разметал фотовыставку. К счастью, пока о пострадавших людях не сообщалось. О, не зашибись. Ага, ветрища. Они-то сдували. Детей могу положить. Дома и блоки в гвозди торчат. Да и козырек вроде как должен быть. В штате Нью-Мексико к югу от Лас-Вегаса вчера наблюдался крупный торнадо. На данный момент информация о его последствиях не поступала. В штате Юта, в Сент-Джорджа, прошла сильная гроза, во время которой выпал град. В штате Калифорния в Окленде вспыхнул сильный пожар около межштатной автомагистрали 580 и Келлер-авеню. Пожарная служба Окленда сообщила, что загорелись 4 строения, пожару был присвоен четвертый уровень сложности. На место происшествия выехали 60 пожарных. В целях безопасности сотни жителей были эвакуированы. Для помощи в тушении пожара был задействован самолет Си-130. Пока Дели борется с растущим загрязнением воздуха, в пятницу в реке Иммуна, в районе Календикунш, наблюдалось огромное количество пены. Причиной пенообразования является серьезное загрязнение, вызванное главным образом сбросом промышленных отходов и неочищенных сточных вод. Река Иммуна священа в индуистской традиции. Она ассоциируется с богами и богинями, особенно с Кришной, и многие верующие в этих водах совершают ритуалы и подношения. На Кубе полностью отключилось электричество. Вчера на острове вышла из строя основная и единственная работавшая до последнего момента электростанция Антонио Гутьеррес. ЧП произошло в 11 часов утра, после чего последовало полное отключение национальной электроэнергетической системы. Инфраструктура на электростанциях устаревшая, а 40% топливных резервуаров страны были уничтожены в 2022 году после пожара на нефтебазе в Матанзасе. В Министерстве энергетики заявили, что страна полностью обесточена. Закрыты школы, как минимум до 20 октября отменены развлекательные мероприятия. На улицах вместо светофоров работают регулировщики. Из-за проблем на электростанции миллионы людей остались без света, власти просили работников оставаться дома. Президент Кубы Диас Канель Бермудес заявил, что для руководства страны сейчас возобновление работы энергетической системы имеет приоритетное значение. В Санкт-Петербурге автобус провалился в яму с кипятком. Прорыв произошел на Кронштадтской улице в Кировском районе, в результате чего рейсовый автобус с задним колесом попал в яму с кипятком, образовавшуюся из-за размыва асфальтового покрытия. Водитель оперативно вывел всех из салона. Обошлось без пострадавших. В Иркутской области авиация МЧС России была направлена к застрявшей во льду баржа. Судно, перевозившее продукты, оказалось сковано льдом на реке Нижняя Тунгуска, в 50 километрах от села Непа. Его маршрут пролегал из села Подволошино в Ербогачон. Для эвакуации четырех членов экипажа с места ЧП спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС задействовали ведомственный вертолет Ми-8. Экипаж баржи был доставлен в иркутский город Киренск. В Черняховске Калининградской области вчера загорелся ангар строящегося завода по производству картофеля Фри. Пламя охватило около 2000 квадратных метров, но вскоре площадь пожара выросла до 5000. В результате пожара повреждены 9 ангаров, пострадавших нет. Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Анталии, постояльцев экстренно эвакуировали. С помощью пожарной лестницы спасатели добрались до верхних этажей и за короткое время вывели 48 отдыхающих. 12 отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой и получили необходимую помощь. Остальные отдыхающие были перевезены в другой отель. Сегодня, сразу после полуночи, на Земле отмечался рост возмущений геомагнитного поля. Около 6 часов утра индекс, отражающий уровень этих возмущений, достиг отметки 5 единиц, что свидетельствовало о начале на планете слабой магнитной бури класса G1. Начавшаяся магнитная буря оказалась непродолжительной и вскоре закончилась. Тем не менее, геомагнитное поле в течение дня продолжит находиться в слабо возмущенном состоянии. Принимая во внимание отсутствие на Солнце в прошедшие 2-3 дня сильных вспышек класса Х, можно предположить, что причиной данной магнитной бури стало попадание нашей планеты в поток более плотного и более быстрого, чем обычно солнечного ветра. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале! Продолжение следует...